В нашем. Запись пошла, это чудесно. Уважаемые дамы и господа, еще раз приветствую вас на небольшом мастер-классе на тему того, что такое 3ds Max. И для начала я бы хотел в двух словах сказать о себе. Я преподаватель в компании Специалист, занимаюсь в первую очередь линейкой 3ds Max и все, что с этим связано, а также видеомонтажом и даже в последние годы Unreal Engine. Я представляю самый крупный в России учебный центр, центр Специалист, который позволяет тысячам людей учиться ежегодно в совершенно разных направлениях, начиная там от бухгалтерии английского языка и заканчивая 3D графикой, настольной графикой, видеотехнологиями. Ну и, конечно, большая компания имеет очень солидную техническую базу и позволяет подготавливать хороших специалистов. Но сейчас, собственно говоря, речь не об этом. Хотя да, компания-специалист, которая работает уже очень-очень долго, действительно заслуживает лично моих всяческих похвал. О чем же мы поговорим с вами сегодня? Сегодня я бы хотел рассказать немножечко о том, что такое 3ds Max и познакомить вас с его некими базовыми штатными возможностями. Как наверняка многие из вас знают, Max это платформа, то есть такая система, которую можно расширять, наращивать, дополнительные всякие модули к ней устанавливать. И она, Max платформа, позволяет делать 3D графику совершенно разного типа. Она позволяет делать уровни для компьютерных игр, позволяет делать персонажей, технику, позволяет делать отличные так называемые арк-визы, то есть архитектурные визуализации с всякими там домами, интерьерами, чем угодно. В общем, Max это одна из самых широко внедренных на практике 3D платформ, и она, конечно, во многом получила такую, ну, серьезнейшую популярность, благодаря тому, что она расширяема. То есть к ней можно устанавливать различные модули дополнительные. Но вот самое известное на протяжении последних 10 лет, это, конечно, V-Ray, то есть система суперфотореалистичной визуализации. Ну, хотя последние годы его там всячески теснит другая система, которая называется Corona, но в общем они друг друга стоят. Хотя, кстати, эти оба системы принадлежат одному и тому же разработчику. Так вот, уважаемые друзья, сейчас как раз в нашем мастер-классе я не буду касаться V-Ray, не буду касаться Corona, хотя, да, конечно, с ними показывать все это еще интереснее, но наличие V-Ray и Corona требует отдельную установку этих систем на ваш компьютер. Я же вам хочу показать, что можно получить даже базовыми средствами Макса. О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим о некоторых базовых инструментах, о 3D-моделировании и 3D-визуализации. Постараемся отличить одно от другого. Ну, давайте начинать. Я достаточно слов уже сказал. Только еще раз, друзья, поскольку вот сейчас я перехожу к рабочему процессу. Я хочу поинтересоваться у вас, все ли у вас хорошо со звуком и картинкой. Черкните плюсик в чате, чтобы я не переживал, что что-то, не дай бог, изменилось в этом вопросе за последние 5 минут. Ну, все, замечательно, поехали. В общем, друзья мои, о чем пойдет речь? Я хочу с вами построить и визуализировать симпатичную ротонду классическую. Для того, чтобы это сделать, у меня есть вот такая папочка, так называется ротонда. Я потом поделюсь этой папочкой с вами. Тут у меня есть всякие текстуры, они нам пригодятся. Кстати, откуда я взял эти текстуры? Это хорошо, вот я их взял откуда-то и вам готов выдать. А где вам взять такие? Существует куча сайтов сейчас, я имею в виду сейчас в наши времена, которые совершенно бесплатно готовы поделиться с вами великолепными текстурами. Вот есть такие чудесные сайты, как, например, Textur Heaven, текстурные небеса, да? Это все абсолютно бесплатно, это очень качественные текстуры, которые вы можете использовать в ваших проектах безвозмездно, то есть даром. Есть сайт, называется CC Zero Textures, тоже великолепной подборки текстур, совершенно бесплатно, можете скачивать, использовать. Они все подходят к любой системе визуализации, к Максу, Голому, к Максу с VRay, к Максу с Короной, неважно. Главное знать, как их использовать. Скачать их, кстати говоря, очень легко, то есть нажимаете по любому образцу, выбираете разрешение необходимое, допустим, 4К, и одним нажатием мышки вы эту текстуру скачиваете. И дальше, пожалуйста, используйте, как хотите, на свое усмотрение. Не только в Максе, кстати, они подходят для любых систем 3D графики. Ну, в общем, я уже подобрал некоторое количество, а также я сделал для вас вот такой чертеж. Притом, что значит сделал? Я его не сделал, я его, конечно, взял готовый. Вот у этого чертежа, кстати говоря, да, я буду вот такую ротонду делать, есть один недостаток. У него фон белый. Это не очень здорово, и я прямо сейчас хочу показать вам, как можно с помощью фотошопа фон сделать потемней. Кстати, почему это важно? Если мы подложим картинку на белом фоне, мы с вами будем очень сильно портить себе глаза, потому что белый фон – это не здорово, потому что мы с вами будем видеть выделенные объекты на белом фоне. Объекты выделяются тоже белым цветом, но, естественно, белый на белом, ты начинаешь терять визуально, что у тебя выделено, что у тебя просто белое. Поэтому, как видите, я загнал эту самую ротонду в фотошоп, вы можете без этого отлично справиться с заданием, но я все-таки использую команду Levels, уровни яркости. Вот таким образом прикажу не слишком белый цвет сделать вместо белого. Ну, то есть я просто отсекаю немножко белого. Для работы в Максе, вот если у тебя чертеж на белом фоне, именно картинка обычная джипеговская, это же просто джипеговское изображение, да, то есть растровое изображение, говоря правильно. Оптимально, конечно, чтобы оно было с серой заливкой фоновой, а не с белой. Нажму ОК и просто сохраню ее. Все. Я бы мог и на белом фоне все это отлично сделать, но пожалел и свои глаза, и, в общем-то, ваши. И вот я беру 3ds Max. С чего мы начинаем в Максе, когда делаем какую-то архитектуру? Первое – это единица измерения. Мы заходим в команду Customize, выбираем Unit Setup. Вот у меня есть очень много роликов на YouTube, где я что-то там показываю, как начертить. Интерьер, там здание, ландшафт. Во всех случаях всегда сначала Unit Setup и смотрим, какие стоят единицы. Вот у нас стоят generic, то есть безымянные, и это правильно. То есть они должны быть безымянные. Макс нигде не должен подписывать, что это за единица. Но через под диалог System Unit Setup, вот тут мы ставим, что одна единица равна одному чему? Сантиметру, миллиметру, дюйму. Но я выставлю, допустим, миллиметры в этот раз. Хотя, честно говоря, я больше всего люблю в сантиметрах все строить. Ну, окей, пускай будут миллиметры. Итак, одна единица равна одному миллиметру. Окей, еще раз окей. Теперь наш чертеж. Чертеж, и это важно, сделан квадратным. Мы можем посмотреть прямоугольный, он квадратный, какие там у него размеры, за счет того, что Windows подсказывает, что разрешение там было, мелькнуло, да, 1400 на 1400 пикселей. Это означает, что я подложку для чертежа тоже должен сделать квадратной. Подложка для чертежа, что это такое? Обычно это объект, который называется plane. Вот если вы запустили Max, ничего не переключали, у вас есть такая штука plane, то есть плоскость. Мы нажимаем команду plane. Одну секунду. И чертим этот самый plane в проекции вида спереди, то есть вот здесь. Также у plane есть размеры. Вот давайте я размеры поставлю 500 на 500. Ну, пока мы не знаем, какие они должны быть, это лишь условность временная. Можно поставить 5000 на 5000, ну раз уж у нас миллиметр, пускай он будет побольше. И мы получили вот такой огромный plane. Теперь я хочу на него перенести чертеж. Это достаточно легко сделать. Да, кстати, когда я меняю масштаб в проекциях, я просто вращаю колесико мышки. А чтобы подвигать окно, я вдавливаю мышку и двигаю колесико, да, и двигаю мышку. А чтобы повернуть вид, я нажимаю клавишу Alt, вдавливаю колесико и двигаю мышку влево-вправо. Все-таки базовые операции, но для новичка бывает, что они очень неочевидны. Как бы то ни было. Чтобы положить чертеж на эту подложку, я открываю папку с моими материалами учебными и просто переношу картинку на plane. Очень важно не промахнуться и не перенести ее на фон вокруг plane. Лучше в окно перспективы, сюда. Отлично, картинка установилась. Но можем ли мы быть уверены, что вот эти вот размеры, они соответствуют действительности? Конечно, нет, не можем быть в этом уверены. Но, к счастью, это можно поправить. Я возьму окно вида спереди и отключу режим Wireframe. То есть я нажму по слову Wireframe, беру галочку соответствующую, и получится окно с заливкой. Это важно, потому что сейчас именно в этом окне мы будем все строить. Включу команду выделить и двигать. И давайте я расположу чертеж, видя сверху, немножко позади базовой сетки, чтобы сетка шла поверх объектов здесь. Можно еще подальше отнести. Это не так важно. И вот что мы видим. Возьмем вид спереди и развернем его на весь экран. Есть такая кнопочка в правом нижнем углу. Она на весь экран разворачивает вид. Нет. Вообще профессионалы все это делают клавишами на клавиатуре, но я сейчас специально клавиатуру стараюсь не использовать, чтобы нам было проще осознавать мои действия без каких-то скрытых ходов, которых вы не видите явным образом на экране. И вот заметьте, друзья мои, размер, который начерчен прямо на чертеже, 5400, но это, конечно, миллиметров имеется в виду. Отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы нажимаем создать объект. Можно еще один plane. Такой же, как и вот тот, на котором наклеен чертеж. И рисуем plane узенький, как если бы мы хотели линейку сделать. И вот теперь, нажав команду модификация, мы видим размеры этого plane. И видим, что его фактический размер 2759 миллиметров, а должно быть 5400. В объем именно такое значение. Что мы видим? Фактически, вот размер 5400. А у нас он на экране представлен вот таким размером на нашем чертеже. Значит, нужно сделать следующее. Взять команду масштабирования, которая может размер любого объекта менять. Щелкнуть по чертежу. И схватившись за серединку, здесь. Сделать чертеж побольше. Так, чтобы его размер совпал с фактически реальным. Ну, хотя бы приблизительно. Ну, так уже достаточно будет. Теперь эту линейку можно удалить. Я выделяю ее, нажимаю delete. А чертеж давайте расположим следующим образом. Я подниму его повыше, чтобы у меня основания колонн легли на нулевую отметку, видите, более жирной линии сетки. Это совершенно не обязательно так было делать, но, тем не менее, приятнее это выглядит. Все. Тут можно его заморозить, этот чертеж, чтобы он там не реагировал на нажатие кнопки мышки. Но, в принципе, сейчас это не обязательно. Сейчас мы начинаем сразу следующую стадию. Вот то, чем мы занимались в данный момент, дорогие друзья, это, можно сказать, были приготовления к тому, чтобы начать процесс 3D-моделирования. Почти любой проект, неважно, архитектурный, какой угодно, короче говоря, его можно поделить на несколько фаз. И вот одна из фаз – это 3D-моделирование, то есть построение. Выполняется оно куча разных способов. Вот сейчас вы увидите два способа. Первый способ – это использование так называемых сплайнов. Есть такая кнопочка, называется создание, и дальше кнопочка сплайны – плоские фигуры. И там есть чудесная команда «Линия», которая позволяет чертить любые сплайны. Ну и вот я хочу начертить сплайн колонны. Я колесико мышки могу приближать, отдалять картинку. И мне нужно начертить сплайн, то есть фигуру, которая показывала бы разрез колонны со всеми ее мелкими детальками. Именно этим я и собираюсь сейчас заняться. У кого-то из вас, дорогие друзья, микрофон включен. С вашего позволения, я вам всем выключу сейчас микрофон. Все. Продолжим. Нажав команду «Line», я начинаю чертить линию прямо отсюда, от осевой линии колонны. Можно придерживать клавишу «Shift» для того, чтобы эта линия чертилась горизонтально или вертикально. Все закругления я пока прохожу жесткими углами, устанавливая дополнительные точки. Потом я их собираюсь сглаживать. Колонна имеет небольшую выпуклость, кстати. Окей. Ну, предположим, она как-то вот так идет. Здесь опять явно выпуклая часть. Мы, к сожалению, не видим некоторых деталей, которые в чертеже просто не сохранились из-за их малого размера. Поэтому можем только предполагать. И вот теперь я замыкаю, ставлю последнюю точку на первую. И получаю осевую линию. Чудесно. Переходим в панель модификации и включаем так называемые субобъекты. Вот это тип объекта, который выделен сейчас. Линия. Нажав кнопку с треугольничком, мы получаем доступ к субобъектам, то есть к деталькам. Допустим, к точкам. Включив точки и включив команду «Выделить» и «Двигать», мы можем брать точки начерченные и перемещать их. А еще мы можем по ним нажимать правой клавишей мышки и переключать режимы сглаживания. Например, можно поставить без «Е». В этом случае мы получаем возможность красиво закруглить этот участок. Ну и, собственно говоря, все точки, которые должны быть гладенькими, я правой клавишей могу выделить вместе, переключая в без «Е». И, кстати, если мне не хочется выставлять вручную закругление, можно нажать правой кнопкой, уже выбрав без «Е», и активировать опцию «Reset Tangents». В этом случае система сглаживает эту линию максимально, ну, скажем так, мягко. Здесь мне, кстати, это не очень понравилось. Не должна она быть такая выпуклая. Ну, ладно, как бы там ни было. Давайте попробуем взять эту точку и с клавиши «Ctrl» эту, правой кнопкой без «Е», правой кнопкой «Reset Tangents». Ну, вот посимпатичнее. Окей. Можно еще здесь тоже включить без «Е», но здесь «Reset Tangents» уже не поможет. Надо будет вручную выставить. Начало закругления. Хорошо, будем считать, с этим мы справились. Отключаем точки. Как сделать саму колонну? К этому сплайну, а это лишь плоская фигура, мы применяем так называемый модификатор. Модификатор, который называется «Lace» – получение тела вращения. Еще раз, чтобы применить модификатор, необходимо удостовериться, что выделен этот самый объект. И вот список модификаторов в панели модификации мы их видим. Применяем модификатор «Lace». В его настройках нажимаем кнопочку «Min». Это означает выровнять по центральной точке. Отлично. Извините, «Min» выровнять по левой точке, разумеется. Более правильно сейчас сказано было. Также можно настроить побольше сегментов, чтобы объект был более гладеньким. Допустим, 32 сегмента поставить. Это влияет на общую гладкость модели, на ее, так скажем, аккуратность. Можно поставить галочку «VeldCore», чтобы запаять объект на полюсе, здесь, ну, полюс, так называемый, где линия сходится. Ну, собственно, это не особо видно сейчас. И мы получили одну из колонн. Ну, хорошо, нам их нужно еще 6 штук. Об этом позже. Давайте построим верхнюю часть, купол. Я нажимаю «Создание», выбираю «Линия». И точно так же я строю вот эту часть. Купол, он состоит из нескольких частей. Сам непосредственно купол, я думаю, сделать еще более простым способом. Не вычерчивать его линией. Но эту часть, конечно, однозначно придется линией строить. Это, кстати говоря, наверняка элемент колонны был. Ну, ладно, окей. Будет элементом купола. Хотя это и неправильно. Прочертим его через центр, то есть здесь. Включим точки и поставим их поаккуратнее. Маленькое замечание. Как видите, у нас есть две возможности. Прочертить купол через центр. В этом случае вся его часть будет снизу зашита. То есть как такая огромная большая шайба. Или все-таки прочертить его вот таким вот образом. В этом случае внутренняя часть будет пустая. И мы сможем видеть купол изнутри. Но все же вот этот вариант мне показался более правильным. Поэтому я удалил ненужную точку. А эти две точки подвинул сюда. Выполним небольшую работу по закруглению недостающих точек. Я имею в виду недостаточно хорошо закругленных. Без Е. Переключим опять на корнер. Снова на без Е. О, нормально инициализировалось. Все, хорошо. Ну, здесь уже ничего не попишешь. Это совершенно явно была часть колонны. Мне так кажется. Окей. Выключим точки. И опять применим модификатор Lace. Только в этот раз с Lace получится более сложная ситуация. Потому что, как видите, даже при нажатии кнопочки минимум, то есть использовать левый край, Lace срабатывает не совсем так, как нам нужно. Он думает, что точка поворота находится здесь. В то время как он должен находиться, конечно, в этом месте. И мы можем у Lace включить субобъект ось. И теперь мы можем передвигать ось, вокруг которой проворачивается наша форма. Ну, то есть в окне перспективы, чтобы вам было понятнее, дорогие друзья, это выглядит вот так. И я могу поставить ось, ну, более-менее по нашему чертежу. Все, отлично. Верхняя часть купола, ее можно сделать либо полусферой, либо тем же самым методом через команду Line и черчение. То есть я могу нарисовать полусферу, но если я буду рисовать полусферой, конечно, купол легче будет построить. Но вот эту верхнюю часть купола придется вырезать туда отдельной деталей. Деталь коида. Сейчас для нашего примера лучше будет также линии построить, ну, в силу экономии времени. Чтобы получить аккуратную полусферу, я поставлю пару точек сюда, поставлю точку сюда и верну в середину. Как вариант, можно было прочертить обратную линию вот так, и тогда купол получился бы пустотелый. Сейчас купол получится внутри монолитный. Если я передумал и хочу теперь уже изменить эту фигуру, да, то я могу перейти на вершины, включить команду Refine, добавление точек, добавить столько точек, сколько я хочу добавить, и начать их перемещать так, чтобы они установились в неком, ну, как мне кажется, более правильном порядке, чтобы, скажем, сымитировать еще и внутренние стенки купола. То есть делать вот так. Самое время закруглить некоторые точки. Возьмем вот эти вершины, сделаем им без Е, Reset Tangents, но они сами закругляются более-менее толково. Здесь бы тоже без Е включить, а лучше без Е-corner, так называемые точки. Они позволяют отдельно закруглять каждый из участков до и после вершины, не синхронизируя закругление между ними. Ну все, будем считать это нормальную форму купола. Выключаем точки, вешаем модификатор Lace и получаем почти готовую ротонду. Нажимаем кнопочку Min, все хорошо. Чего нам здесь не хватает? Нам не хватает основания под ротонду, какого-то кусочка земли, конечно, для визуализации это было бы очень симпатично, но и не хватает оставшихся колонн. Кстати, в этот момент я думаю удалить чертеж. Чертеж мне больше не нужен. Я и так вижу, что колонн должно быть сколько? Шесть штук получается, да, или восемь штук. Здесь мы видим две, здесь видим еще три. Ну, значит, по той стороне должно быть еще три. И всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь колонн будет. Окей, это мы можем запомнить, а чертеж я удалю. Я выделил чертеж, нажал клавишу Delete, он мне больше не нужен. Нарисуем основание под ротондом. Я нажму создание, выберу цилиндр. И нарисую цилиндр в виде сверху, прямо из середины колонны. Пускай это будет вот такой цилиндр. Теперь его настройки. Его высота будет 15. 150, извините, миллиметров. Я привык к сантиметрам, поэтому поставил 15. Радиус. Ну, какой-то визуально подходящий. Сегменты. Вот здесь очень важно, я уберу сегменты по высоте, которые совершенно не нужны ему. Как видите, он разбит на пять сегментов по высоте. Это совершенно лишнее. А вот сегменты по кругу я сделаю 64. Отлично. Это будет у нас некая платформа, на которой стоит ротонда. Ведь сбоку ее стоит опустить пониже. Чтобы колонна стояла аккуратно. Вот так, допустим. В Max существует куча всяких инструментов выравнивания точного. И, конечно, в процессе систематичного изучения вы, безусловно, до них доберетесь. Сейчас, да, я сделал на глаз все эти вещи, чтобы сэкономить нам время. Все-таки хочется, дорогие друзья, с вами доделать от примера до логического завершения. А для этого времени нужно довольно много. Теперь я выделю колонну. И я хочу получить 8 колонн по кругу. Как это сделать? Наиболее простой способ. У этой колонны перенести точку опора в центр беседки. То есть, взяв колонну, я нажимаю иерархия, эффект пивот-онли, переместить только точку опора. И я передвигаю точку опору колонны в центр беседки. Сюда. Отключаю эффект пивот-онли. Что это мне дает? Я могу использовать команду поворот таким образом, что колонна вращается вокруг беседки. Это же позволяет мне использовать, допустим, команду копирования с помощью массива. Очень продвинутая команда, довольно сложная. И тем не менее, сейчас она мне необходима. Давайте сделаем следующее. Возьмем окно перспективы. И именно в перспективе выделим колонну. Еще раз замечу, я пивот-поинт перенес в центр беседки для колонны. И именно в окне перспективы, выделив колонну, я нажимаю команду tools, то есть инструменты, и выбираю команду array. Это одна из самых нужных команд в Максе, если вы хотите строить всякую там разную архитектуру, интерьеры и так далее. Если у вас будут сложности с ней, посмотрите на ютубе, на моем канале есть ролик, как ей пользоваться. Очень лаконичный, короткий и, как я надеюсь, понятный. Сейчас я сделаю следующее. Я включу режим предварительного просмотра и скажу, что мне нужно повернуть колонну по кругу на 360 градусов по оси Z. Ну и теперь остается только выбрать, сколько колонн сделать. 8 штук меня вполне устраивает. Окей. И вот почти все готово. У нас получилась ротонда, 8 колонн. Давайте я все это выделю, покрашу каким-то цветом одним пока. Но не хватает ландшафта, на котором она стоит. Я хочу сделать эффект, как будто колонна стоит на некой горе. Ну, на холме, как вариант. Я создаю в виде сверху еще один plane, то есть плоскость. Довольно большой. У этого плейна, который должен находиться на нижней отметке по высоте, давайте я снова включу wireframe, мне больше не нужен здесь вид с заливкой, должно быть много сегментов. Именно сегменты придают ему больше гибкости. Я поставлю, допустим, 40 или даже 50 на 50 сегментов. И теперь я применю к нему модификатор, то есть механизм изменения объекта, который называется edit mesh, то есть редактировать объект по точкам. Есть похожий модификатор edit poly, делает то же самое. Ну, во всяком случае, в данном разрезе. В чем смысл этого модификатора? Если мы включим управление точками, вертексами, и выделим сколько-то точек. Поскольку точек здесь много, то их выделение, скорее всего, будет смещать отдельные точки. Лучше включить команду, которая называется только выделение. Она готова выделять точки, даже если они находятся плотно. Выделим сколько-то точек. Можно также использовать команду, называется выделение по кругу, или круговое выделение. Она выделяет точки в виде окружности. В любом случае, мы выделили точки. Теперь мы можем в виде сбоку двигать их выше-ниже. Ну, как сейчас-то, конечно, неинтересно все выглядит, но можно активировать так называемые мягкие точки. Такое выделение, soft selection. Включив галку «Применить soft selection», я увеличиваю так называемый размер магнитного поля. То есть вокруг данных точек включается некая зона притяжения, в пределах которой при перемещении соседние точки тоже перемещаются. И вот я могу, взяв несколько таких очагов, подвигать их выше-ниже для того, чтобы получить какой-то более сложный ландшафт. Есть, конечно, и иные способы создания ландшафтов. Например, достаточно точная механика, которая позволяет строить ландшафт по изолиниям, несколько разных механик, поле моделинга ландшафтов. Но вот такой вот способ воздействия через soft selection в чем-то он даже неплох, надо сказать. Ладно, как бы там ни было. У нас получился некий ландшафт, и действительно посередине холм. Я выключаю точки и опуская его вниз, опять стараюсь выровнять под ротонду. И вот, друзья, у нас получилась ротонда, стоящая на холме. И на этом заканчивается основная фаза, которая называется 3D-моделирование. Напомню вам, уважаемые друзья, да? Мы с вами говорим о том, что у нас есть некое 3D-моделирование, а вот теперь начинается новая стадия 3D-визуализация. То есть нам нужно как-то красиво эту ротонду показать зрителю. Для этого нам необходимо в первую очередь разобраться, какую систему рендеринга мы будем использовать. V-Ray, Corona – это все системы рендеринга. И ни одну из них мы сейчас использовать не будем. Мы будем использовать стандартную максовскую систему рендеринга, которая называется R0. Она дается в комплекте с Max. Ну, про нее ничего особо хорошего сказать невозможно. То есть да, она уступает V-Ray, она уступает Corona, но она, спасибо, Ольга, она, эта система R0, дается в комплекте с Max, и вам ничего не нужно делать для того, чтобы она работала. Все, что вам нужно, это нажать кнопку Render. То есть вы открываете диалог Render Setup, нажимаете кнопку Render, проверяете, что выбрано то окно, которое вы желаете визуализировать, и оно визуализируется. Но вот что нам выдает Render. Он рендерит картинку такими квадратиками, бакетами. Поскольку у нас пока нет материалов, нет окружающей среды, оно все выглядит немножко уныло. Теперь, когда мы разобрались с системой рендеринга, нам нужна механика освещения. Для того, чтобы освещать подобные сцены, можно использовать механизм освещения, который называется Sun Positioner, то есть механизм управления Солнцем. Но прежде чем его ставить, я бы показал вам еще одну вещь. Мы можем в окне перспективы активировать специальный режим, называется ActiveShade. Он заставит систему рендеринга Arnold постоянно рендерить картинку в этом окне. То есть рендер переносится в это окно и выполняется непрерывно. То есть если мы что-то меняем, мы сразу видим изменения на рендере. Для этого нужен довольно мощный компьютер, хочу заметить. Но тем не менее. Итак, нажимаем создание свет, выбираем Sun Positioner, то есть механизм установки Солнца, и рисуем его, допустим, в виде сверху, где-нибудь рядышком с нашей ротондой, вот здесь. Как видите, он представляет из себя некий компас. Вот он. Немножко ступенчатый он дергается, ладно. У этого компаса есть направление, куда он смотрит, и расстояние от Солнца до компаса. То есть в итоге, да, у нас получился компас, и вот из него торчит солнышко. Что важно? Мы можем управлять радиусом этого компаса несчастного, но фактически важно не размер компаса, не расстояние Солнца. Важно другое. Эта система, она отталкивается от реальных географических координат. То есть вот есть карта мира, на которой можно выбрать любой регион, Допустим, я выберу Европу и выберу Москву. А также конкретное время дня. Ну, допустим, 9 часов утра. И Солнце отрабатывает свет именно для этого времени дня, именно в этом регионе, с учетом того, куда смотрит компас на север. То есть вот положение севера, оно тоже учитывается, естественно. Его тоже можно менять, там поворачивая компас. Эта система необходима для высокоточного расчета освещения для определенной точки реальной. Где в жизни у нас будет расположено Солнце, как оно будет освещать наш архитектурный проект. Сейчас я могу этот компас еще поворащать, для того, чтобы чисто визуально сделать покрасивее. Но, в принципе, мне и так вполне нравится результат. Вот как оно светит, меня это устраивает. Но, тем не менее, для интереса я могу поворачивать компас, используя настройку, которая называется North Offset, то есть положение севера. Видно, что компас поворачивается, одновременно смещается и свет от него. Ну, давайте вот такой вариант сделаем. Не очень красиво выглядит у нас линия горизонта. Нужно какие-нибудь деревья там посадить, что-нибудь такое. Или сделать еще кусочек ландшафта вдали, чтобы он перекрывал эту не очень красивую линию. Ну, ты же ничего не поделаешь. Пока я выключу режим ActiveShade, потому что мы переходим к финальной стадии, к созданию материалов. Это всегда очень сложный этап, и я постараюсь сделать его для вас, друзья мои, простым. Потому что у нас в 21-м максимум вместе с улучшенной системой Arnold появились так называемые PBR материалы. Что такое PBR? Оно же PBR. Материалы класса PBR, извините, это материалы, использующие готовые комплекты физически точных текстур. Для того, чтобы такой материал создать, вы нажимаете в редакторе материалов, еще раз, редактор материалов вызывается это кнопочкой, правой клавишей мышки в рабочем поле и выбираете материалы General PBR. Их два типа. Один отталкивается от так называемой металлизированности, другой от глянцевости, спекуляк. У нас, поскольку материалы не металлические, они все будут основываться на свойстве спекуляк. Вот готовый материал. А вот это слоты для установки текстур. Вам не обязательно все текстуры поставить. Как правило, ставится текстура базового цвета, ставится текстура спекуляра, то есть зеркального блеска, ставится текстура глоссинуса, то есть гладкости. Тут есть небольшой нюанс. И ставится текстура почти всегда, которая называется нормаль. Это грубость. Вернее, не грубость, а, правильно говоря, рельефность. Но давайте быстренько поставим их. Я ставлю базовую текстуру, выбираю Maps, General, Bitmap. И вот та самая папочка, которую я для вас, друзья мои, подготовил, она включает в себя как раз необходимые текстуры. Давайте я на нее переключусь. Все-таки придется, я чувствую, вот так вот поискать. Извините. Потому что система ее не нашла. Вот она, ротонда. Ну и заметьте, у нас есть отличные текстуры для грязи, которая с такими листиками, ну если будет просто почва, на которой листва какая-то. Вот, это тоже ее текстура, кстати. Мраморная плитка и просто красивый мрамор. Здесь у нас 4 текстуры. Первый называется Diff, это цвет, Diffuse. Вот мы его и ставим в цвет. Материал на это среагировал. Еще одна очень важная карта, Нормаль. Bitmap. Вот карта Нормалей. Карта Нормалей задает рельеф, то есть установив ее, мы получаем листики выпуклые. Этого уже хватит. Но мы можем поставить еще карту Specular, то есть карта зеркального блеска. Здесь она называется Brown Mat Leaves Spec. И еще одна карта, которую мы можем поставить, это карта Glossiness. Но здесь есть нюанс. Почти во всех библиотеках вы будете находить не карты Glossiness, а противоположные им, карты Rafness. А Rafness и Glossiness это то же самое, но со знаками плюс и минус. То есть это обратное действие. И вот если я щелкаю два раза по слоту Glossiness, ставлю Bitmap, и я вижу, что у меня есть карта, которая называется Raf. Грубость. Если я ее установлю как есть, система неправильно поймет, она решит, что это все очень сильно гладенькое. Поэтому мне нужно взять карту Glossiness и ее инвертировать. То есть если вы используете карту наоборот, то есть Rafness для Glossiness или Glossiness для Rafness, и так и так бывает, то у этой карты, я два раза по ней щелкнул, если старый в Max, или один раз, если новый, в закладочке Output мы ставим Invert, инвертировать. А вот теперь правильно. Она должна работать задом наперед. Данный материал я хочу назначить на ландшафт. Я выделяю ландшафт, нажимаю на значение. Вот кнопочка назначения. Материал лег на ландшафт. Мы с вами видим, как он там лежит. Если его текстура слишком крупная, а она действительно крупновата, давайте применим модификатор. Он называется UVW Map. И поставим меньше размера текстур. Допустим, там 5000 на 5000. Вот теперь... Ой, 500 получилось. Наверное, еще поменьше. Там 4000 или 3000 на 3000. Но слишком маленький нельзя делать, потому что мы тогда будем видеть с вами уже заметную повторяемость. Ну, вот так, наверное. Неплохо. Сейчас у нас не отрабатывается грубость. Можем, как вариант, переключить режим просмотра или на ActiveShade. То есть, где мы по-честному видим, как работает материал. О, сразу заблестело там все. Поскольку у нас стоят карты зеркального блеска, то материал, понимая, что там, где листики, они блестят немножко глянцево. А где земля, земля блестеть, конечно, не должна. Ладно, отключаем. Есть еще для более слабого компа режим просмотра, называется High Quality. Он медленнее, чем ActiveShade, но он многие вещи отображать не умеет. То есть, видите, такой, ну, черновой все-таки вариант, хотя и с попытки что-то показать поинтереснее, нежели режим стандарт. Надо сделать еще два материала. Правой кнопкой материал General, SpeckGloss PBR Material. И у этого материала мы также ставим базовый цвет. И это будет у нас мараморная плитка. Я вижу, что у нас есть для нее Raphos, есть для нее Specular, есть для нее нормальный. Ну, короче, полная программа. Итак, базовый цвет готово. Карта Specular. Готово. Карта Glossiness. Только здесь у нас Roughness вместо Glossiness. Он сейчас сработает наоборот. Поэтому давайте я войду в него и поставлю Output Invert. Вот теперь правильно. И карта нормалей. Двойной щелчок по кружочку или одиночный щелчок здесь. И так и так сработает. Bitmap. И карта нормалей. Отлично. Это будет у нас основание, на котором стоит ротонда. Давайте все-таки режим стандартный поставлю. В этом плохо видно. Вот. И для того, чтобы это основание плитчика лежало правильно, мы с вами тоже включим UVW Map модификатор и поставим определенный размер. Допустим, 1000 на 1000. Мелковато, наверное, да? Давайте 2 на 2. Вот такая плитка будет крупная. Ну, а все остальное это будет обычный мрамор. Я выделю все прочие объекты и сделаю еще один материал. Тот же принцип. Материал. General. PBR. Speck Gloss. И комплектуем его. Базовый цвет. Вот он у нас. Мрамор. 12. Specular. А вот заметьте, у нас нету карты Specular. Есть только карта базового цвета. Можно ее же как Specular использовать. В принципе, будет более-менее подходящим вариантом. Либо можно отказаться от установки карты Specular, стереть пустышку и вообще не ставить ее. В этом случае у нас Specular будет определяться цветом. То есть можно просто поднять его посильнее, чтобы блеск был более мощный, а карту не ставить. Ну, или повторюсь, такую же поставить, как в базовом цвете. Она будет симпатично смотреться. Итак, Glossiness. Glossiness у нас есть. Но, как в предыдущем случае, это карта Raphness. То есть нужно менять ее на обратную. Заходим. Output Invert. Поставили. Очень зеркальный материал получается. Бешеный зеркальный. Давайте Specular поменьше сделаем, а то блестит. Просто жесть. Вот так вот. Ну и карта нормалей. Я видел, она у нас есть. Вот она. Готово. Выделяем все детальки, назначаем мрамор. И для того, чтобы он правильно смотрелся на объектах, стандартный режим, давайте применим модификатор UVW Map. Поставим режим Box. Это самый простой вариант, как нанести текстуру на любые объекты со всех сторон. Ну и размер, допустим, 5000 на 5000 на 5000. Опять анолик один тут забыл, к сожалению. Но вот теперь все хорошо. И мы получили нашу ротонду. Давайте подберем опять ракурс симпатичный для ее визуализации. О, шикарно. Посмотрим, как это выглядит на ActiveShade. Теперь у нас ротонда мраморная. Как видите, нужно больше времени на просчет такого материала, но он, конечно, и смотрится симпатичнее. Отлично. Выйдем из режима ActiveShade. И нам необходимо выполнить финальную визуализацию. Я нажимаю команду Render Setup, нажимаю кнопочку Render, то есть выполнить... Ой, сори, дорогие друзья. Выполнить визуализацию. И Арнольд рад стараться. Давайте я камеру чуть-чуть отодвину. Сейчас, извините. Немножко отъеду назад, а то у меня на рендере обрезана верхушка у ротонды, а мне это не нравится. Вот, теперь все хорошо. Если, друзья мои, вы захотите использовать более продвинутые системы рендеринга, такие как Art, извините, такие как Корону, или Вирой, у вас появится и крутая постобработка, и там всякие спецэффекты, но, как видите, даже банальная Максовская штатная система визуализации вполне способна выдавать красивую картинку. Если мы потратим время, сделаем ландшафт посложнее, сделаем какие-то детальки, хотя бы камушки с деревьями, это уже будет смотреться весьма интересно, аутентично. Если вам хочется поглубже влезть в Макс, и вы сейчас решаете, стоит ли он вашего времени и усилий на изучение, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале больше уроков. Допустим, есть такой чудесный урок, называется создание интерьера за 45 минут. Попытаться их выполнить, попробовать выполнить урок с ротонды, еще раз быстренько повторить сейчас по горячим следам, для того, чтобы, так скажем, для себя почувствовать, будет вас Макс слушаться, не будет вам вас Макс слушаться, нравится им это затея, не нравится. Ну и, конечно, друзья, я вас всех приглашаю на курс в компанию специалистов. Сейчас скажу еще пару слов, потом скину вам ссылку на учебные материалы по этому упражнению, что вы могли дома самостоятельно все это попробовать еще раз. Хочу сказать, друзья мои, что если вы захотите начать изучение Макса, то вам нужны будут первые две части курса. Вот как мы с вами сейчас строили ротонду, потом визуализировали ее, вот у нас 3D Max изучается отдельными ступенями, и первая его ступень это основа 3D моделирования, то есть вы узнаете все необходимые фишки, как строить простые объекты в Максе. Я не имею ввиду всякие кубики с квадратиками и шариками, нет. Под простыми понимается практически все, что увидели сейчас, плюс намного больше всего интересного. Это и работа с примитивами, работа со сплайнами, работа с мешами, то есть вы сможете строить сцены типа этой и куда более сложная. Ну а вторая ступень это визуализация, то есть вы будете учиться в Максе без всяких V-Ray в Корон делать свои интересные крутые визуализации с фотореалистичными материалами, светом, камерами, короче все, что вам будет нужно для получения хорошего результата. Все это вы увидите, почувствуете в деле. И два курса, их стоимость будет, но вот перед вами она. И начало это 19 мая 2021 года, то есть уже очень скоро. Также можно это все пройти в составе комплексной программы. У нас есть такие готовые уже программы с подобранными курсами, это 3D-визуализатор, 3D-художник, motion designer, то есть дизайнер по движению в Максе, то есть создание разных видеороликов. Ну и вот на базе нашего замечательного центра специалистов это все можно будет проходить вживую, то есть я очно придя в класс, можно будет проходить в режиме открытого обучения, можно будет проходить в режиме вебинара, есть куча разных вариантов, как вы можете оптимизировать свою учебу. Ну и друзья мои, если у вас остались какие-то вопросы по тому, что я сейчас излагал, я готов подискутировать с вами, ответить на них. Также, друзья мои, вот ссылочка на Яндекс.Диск, я вам скинул ее в чат, по этой ссылочке вы можете скачать чертеж с ротондой и вот те самые материалы, которые я вам показал сейчас в небольшом мастер-классе для того, чтобы своими силами попробовать повторить это упражнение. Если у вас уроки, как создавать карты к текстурам, то есть, как создавать разные вот эти самые текстурочки, которые мы с вами использовали, вы это имеете в виду, да? Такого непосредственно урока нету, но я в своих уроках на Ютубе показываю, как с ними работать. Дело в том, что художник по текстурам, это то, к чему надо стремиться, если хотите их сами делать своими силами, эти текстуры, это тоже такая профессия, требует довольно много знаний и очень хорошее умение пользоваться фотошопом. Поэтому прямого такого урока нету. Стоит уточнить Art или Arnold, уместно ли сравнение. Но надо сказать, что в процессе учебы, именно учебы на курсах, мы используем Art, не Arnold. Art он проще намного, и Art там куда легче получать результаты. Я сейчас не стал переключаться на Art, чтобы просто вас лишними действиями с толку не сбивать. А так фактически Art, конечно, для учебы намного удобнее. Добрый день, хотел пройти ваш урок на TureMort. Ну, надо установить V-Ray, да. То есть, вот уроки у меня на YouTube, они почти все задействуют или V-Ray, или Corona. Ну, вы можете поставить демо-версию V-Ray, попользоваться ей. Друзья мои, ну что же, всем большое пожалуйста, был рад с вами пообщаться. Еще раз всех приглашаю желающих к нам на курс, который стартует очень скоро, 19 мая. Там много мест, мы с вами сможем пройти весь 3D Max от начала до конца в удобном для вас варианте учебы. Ну что же, уважаемые слушатели, дорогие учащиеся, уважаемые трехмерщики, хочу пожелать вам хорошего настроения, чудесного теплого майского вечера и отличных вам рендеров. Субтитры создавал DimaTorzok